здравствуйте уважаемые зрители мы с вами продолжаем тематику различных забавных историй которые произошли достаточно давно и которые в конце концов так или иначе определили и тот факт что я попал в рязанский дом белого аиста и то что после этого произошло в один из предыдущих расскажет на эту тему я помню речь шла у нас о том как удружила мне однажды моя любимая учительница подобрав когда я у нее попросил чтобы она хороших учеников мне подобрала качество настоящих диких маленьких овков но правда как она тогда сказала это еще остальных не видел а я действительно остальных не видел поскольку со школьниками на тот момент я мало общался разве что вот был примерно в те же годы еще это такой случай так вот не повезло мне что я примерно полгода поработал школе но это чуть позже было как я туда попал это конечно же достаточно забавная история дело в том что вот была любимая учительница у меня когда я в школе учился и были очень сильно нелюбимые и они надо сказать не только мне взаимностью в этом плане отвечали ну и испытывали гораздо более сильные чувства негативные по отношению ко мне чем я к ним в отличие от большинства других школьников и в этой ситуации ничего делать не стал уж весовые категории больно разные но в общем тогда я уже понимал конечно что вот я потом закончил институт потом аспирантуру и стану кандидатом наук и вот в этот момент уже весовые категории будут тоже разные но уже другие уже соотношение будет обратным вот тогда то я в школу и приду поработать тут-то мы так сказать и дойдем к до сути собственно я пришел поработал до сути мы дошли к счастью все остались живы участники этого так сказать взаимодействия ну и выполнив свою задачу я спокойно ушел опять в институт работать а чуть позже опять выпало мне на мою долю такое несчастье вообще несчастье много было в плане работы все виды работы которые у меня были они были только несчастливыми ну вот попал я в технический институт про него я над день и пока имею много уже писал там много у нас было заборных персонажей попал я туда как когда только институт создавался планировалось там открыть факультет который назывался садово-парковое и ландшафтное строительство под это дело нужен был специалист биолог желательно но вот меня нашли и предложили желт мой диск откроем и тогда собственно будет работать такая выяснилось потом когда 1 сентября я пришел занять еще ничего не открыли хотя обещали ну мне там подобрали говорит вот эти там инженерные геологии вот инженерная геодезия вот механика грунтов поскольку ты географ ты вот это все можешь а я действительно это все мог я это неплохо знал потому что я еще советское время получал образование она тогда отличалась от современного а вот и немножко там почитал дополнительно кое-чего и в общем стало то все дело преподавать и тут я столкнулся с тем что те студенты особенно заучники которые там имеются они еще более дикие чем все эти ученики в школе которых я когда-нибудь видео то есть тут я сразу скажу вот ты мой друг назвал орками их этих школьников но это еще орков не видел вот потом я их собственно и увидел расскажу такую забавную историю в этом плане вот сдают они у меня зачет по инженерной идеологии надо сказать что до инженерной идеологии мы с ним никогда не добирались потому что ну понятно что прежде чем допустим изучать литературу данное надо изучить научить сперва детей читать в школе пока имеет так делают так же надо делать и в институте прежде чем говорить об инженерной идеологии надо общую диалогию 2 изучить вот мы с нее и начинали а потом часы у нас заканчивались ну и собственно все был у меня когда я учился в аспирантуре один старший коллега он вот тоже так делал он в свое время сильно обиделся что на залоге и позвоночных сократили количество часов и начинал свой курс с такого вот заявления что у нас дескать часов стало гораздо меньше чем было было 17 лекций осталось 15 ну что мы можем собственно за 15 лекций рассказать поэтому я ничего рассказываете не буду а буду все 15 лекции про рыбалку историю рассказывать вот так и делал а потом на экзамене конечно спрашивал вовсе не про рыбалку то есть это надо было все прочитать самостоятельно надо сказать товарищ делал очень хорошо правильно то есть он приучил студентов к самостоятельной работе он правда надеялся еще что деканат на это внимание обратит и отобранные часы вернет отбирали их на всякую гуманитарную хрень сказать деканат конечно внимание не обратил но к самостоятельной работе студентов приучили я тоже тогда урок соответствующий получим когда это все наблюдал вот и в это возвращаемся мы теперь снова к институту к тому что у нас там было сдают товарищи зачет приходят два таких персонажа с лицами не сильно обремененными интеллектом на вид конечно может быть по внешнему виду не стоит сразу так говорить но как выяснилось дальнейшей беседе первое впечатление таки было правильным я думаю что будем такое полегче у них спросить чтобы не надо было потом на перездачу их заставлять прийти мне что-то так не хотелось с этой передачей возиться как раз был полевой сезон тут 70 гнезд надо было еще в этот день проверить после зачета так думаю сейчас надо их поскорее разогнать всех и вот задаю вопрос у одного спрашиваю ну ладно ты вот мне скажи вот из каких полезных ископаемых делаю сертичного как строители они должны это знать он так посмотрел не происходит а его будут не делают как не едут да и входит добывают где добывали вот яic а неゆутокохов в кирпичных месторождениях приходят и добывают ну ладно 2 устросы но и чё мне скажут где добывают кирпич да да его house да это 최то эти не правда сказал его хоть не на с рожденге добывайте у настройках добывают как настройках вот так как ночь настанет приходится куда настройку его там добывают поэтому я за освобождительный зачет поставил и за практическую сметку а первым все-таки на передачу вот такие были студенты у меня надо сказать что что надо сказать забыл но и тут конечно было на самом деле я помню сейчас это скажу надо сказать что студентов таких было много и наши преподаватели они очень сильно здесь что такие студенты и самое главное с этими студентами ничего нельзя сделать был один прецедент когда преподаватель один профессор над сказать попытался такого студента выгнать из института в итоге директор выгнал его самого и объяснил так ну что это такое уже не может найти контакт с учеником или уже нет совершенно никаких педагогических способностей и зачем нам такой преподаватель нужен а дело в том что понятно что профессору надо платить зарплату то есть деньги ему отдавать а студент деньги в институт приносит понятно что студент больше нужен в институте чем профессор это вот реалии так стать современного образования нашего а я конечно такую ошибку не делал до меня не сильно и волновало то что они ничего не знают и не хотят знать почему очень просто хотя и мог преподавать инженерную диалогию и адресию механику грунтов году они сильно меня не интересовали никогда сделайте разве что палеонтология интересно было ну а вот остальное она собственно понятно что этих нарком только может быть интересно поэтому я общую диалогию вместо инженерные ты преподавал отчасти поэтому знают они это или не знают интересные были неинтересно это меня не сильно беспокоило но думают если бы я зоологию преподавал что тут то конечно было бы все по-другому случилось так что студентов у нас стало все меньше и меньше с каждым годом и пришлось мне по примеру нашего математика мишки моего большого друга заняться репетиторством надо сказать что именно это меня долгие годы и кормила но тут я уже не мог сказать так как говорил до этого про диалогию и ядезию тут-то я преподавал биологию и вот попадается какой-то вопрос там раньше был это в 11 вопрос сейчас 12 стал на тему систематических категорий живых организмов и вот надо было там в правильном порядке расставить различные категории которым черно относится дать он я думаю все мои слушатели знают что такое слушатель это наверняка знают а вот мои ученики они не знали выяснилось это случайно один спросил что это такое теру я сильно поразился начал ему объяснять потом решил у остальных у всех спросить у меня на тот момент было 12 учеников выяснилось что ни один из этих 12 черно никогда не видел не знает что это такое никогда плоды его не пробовал и даже не видел и не знает даже тот которого черных под окном растет то есть мы там на втором этаже с ним занимались и прямо из окна был виден этот тер он не знал естественно что это черн никогда не слышал никогда не интересовался как кустарник называется то есть вот собственно какой уровень интереса у учеников в биологии а это тем более ведь те которые биологию сдавали хотели ее сдавать то есть они хотели там куда за поступать где она в дальнейшем будет нужно если уж подумать какой интерес у всех остальных то это уже в общем вообще понятно такая забавная была ситуация но потом вот долго мне еще один коллега историк наш которого мы назвали фильтратором потом как-нибудь расскажу почему он фильтратор ну кто такие вообще фильтраторы вот это тот коллега он как-то говорил когда я ему начал жаловаться на этих сильно умных учеников он говорит но это ведь ты подожди но они же все-таки хотят высшее образование получить а ты еще быть не видел тех которые и не хотят и не будут хотеть и не получили и не получит никогда то есть собственно другой мир с ним еще и не сталкивался ну собственно да я действительно с другим миром с этим не сталкивался на тот момент потому что он потому что в институте были студенты то есть те кто пришли высшее образование получать хотя бы виде корочки репетитор стоим я занимался тоже будущими студентами то есть теми кто хотел стать студентом так или иначе а то что за пределами она не сильно со мной как-то соприкасалась я надеялся что так она будет всегда несчастью большому эти надежды не оправдались я потом посмотрела чуть-чуть и там в том мире находится а там вот находится в частности такие вещи которые я увидел уже начав общаться с профессиональными строителями про них тоже много чего можно рассказать и вот такая анекдотическая ситуация один очень надо сказать умный товарищ креативно мыслил у него мысли возникали это вот уже само по себе интересно да вот обратите внимание на строителям возникают мысли и у него возникают и желание там что-то узнать спросить вот он решил у меня спросить а вот что будет если утиные яйца положить под курицу вот из них выведутся утята или цыплята я сильно тогда поразился ну как ну конечно утята а он не понимает ну как он сидел тоже курица на них как это может быть почему утята то есть это вот по его версии либо соплята должны быть либо какие-то гибриды жуткие курицы с уткой в этом случае одному друг своему тоже биологу про это рассказал в качестве шутки конечно предложил такой вот интересную вещь ведь можно будет вот набрать куриных яиц обычных и лютийных и подложить их допустим под аиста он там недельку на них посидит из них потом выведутся аисты тем более что мы знаем что аисты они на всем сидят им искусственные яйца подложив они на них сидят куриные яйца утины на всем этом они будут с удовольствием сидеть как говорит можно отлично это я тогда конечно аистами занимался на этот момент как можно отличной численность их увеличить если такой вот способ применить а можно всякие другие редкие виды так разводить то есть можно там орлана белохлоста беркута можно представить себе да каких-нибудь других редких птиц если бы оно так было но гибриды наверное по этой идее тоже просто конечно получить потому что это смотря сколько там день посидит курица на утиных яиц там будут только некоторые признаки от курицы неделю посидит значит будет больше а если уж весь срок то это уже тогда будет настоящая курица но это конечно понимаете шутка надо сказать удачно мой друг пошутил я ее взял на вооружение с тех пор люблю рассказывать но это интересно а вот те яйца которые в инкубаторе выращивают и них вот из них что должно получиться но поскольку а если в общем то эта птица редкая дата на всякий случай мы в инкубатор яйца ни разу не клали у кто его знает полежаться недельку и чего потом из них увидится да но это тоже конечно шутка и сегодняшнюю забавную историю могут на этой смешной ноте и надеюсь завершим но это конечно не конец потом будет еще более забавные вещи потому что это все как говорится вот несколько историй я уже рассказал точнее даже несколько репортажей было в каждом по нескольку историй вот как это говорят да в каждом углу по мешку на каждом мешке по три кошки у каждой кошки по три котенка сколько всего котят и какую зарплату паук получит за это за все да в общем ждут нас еще более увлекательные смешные истории так что оставайтесь с нами ждите продолжение